Слово передаю Ирине Чекуновой прямо сейчас. Патрульная служба. Сегодня мы обращаемся с предупреждением к родителям и законным представителям детей и подростков. В жаркие летние дни увеличивается число гибели несовершеннолетних на водоемах региона. С начала года погибли 8 детей. В половине случаев гибели детей связано с тем, что они находятся одни. В том числе дети в возрасте до 10 лет. Без присмотра взрослых. В тех местах, где купание в принципе не разрешено, где нет никакой инфраструктуры, где опасное дно, воронки, течения. Понятно, что там может погибнуть не только ребенок, но и взрослый человек. Буквально вчера у нас погиб мальчик 7 лет в Осташковском городском округе. Позавчера в Торжокском районе. Печальной статистикой ознаменовался Старецкий, Фировский район, Калининский район, Балаговский, ряд других муниципальных образований. Нередко подростки травмируются, не замечая идущую неподалеку лодку или катер. Такой случай у нас произошел на реке Волга, недалеко от поселка Ямаус, когда два парня переплывали в Волгу и был совершен наезд катера на ребенка. Ребенок был спасен одним из очевидцев, и мальчик получил ранение, слава богу, остался живой. Поэтому ни в коем случае нельзя выходить на водоем, переплывать реку. Купаться нужно только в отведенных местах и на пляже, где соответствующее имеется оборудование, где обозначена зона купания, имеют спасательные службы дежурства, а также дежурят медицинские работники. Родители по закону отвечают за безопасность своих детей, а потому будьте внимательны и бдительны. В жару каждому маленькому человечку хочется барахтаться в воде. Не лишайте его этого удовольствия. Всего несколько элементарных правил, и это летнее наслаждение не обернется бедой. Давайте понимать, что если ребенок находится в воде, мы всегда должны иметь возможность прийти ему на помощь. Дети в определенном смысле, да, это все-таки беззащитные люди, которые быстрее растеряются, быстрее запаникуют, не смогут вовремя позвать на помощь. Поэтому мы должны быть бдительны и заботиться о детях. Стараясь предупредить и обезопасить, на пляже к месту купаний в детские лагеря выходят сотрудники МЧС. Сотрудникам МЧС помогают внештатные инспектора, а также инспектора Всероссийского общества спасения на водах. Информация о правилах поведения на воде размещена на сайте главного управления МЧС России по Тверской области, а также на сайтах муниципальных образований. Каждый случай травмирования и гибели ребенка на воде находится на особом контроле со стороны прокуратуры. Помимо рассмотрения вопроса об ответственности родителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, безусловно, мы реагируем и проводим проверки по другим направлениям. Ряд прокуроров носили представление в связи с тем, что органы местного самоуправления ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по оборудованию мест специальных для купания, по неинформированию населения, не выставлению аншлагов в места, где купание запрещено, а в ряде случаев просто опасно, да, по непроведению надлежащей разъяснительной работы в образовательных учреждениях. Лето в разгаре. Уважаемые взрослые, от вас зависит, как отдохнет ваш ребенок. В ваших руках его жизнь и здоровье. Компания «Альдаир» профессионально установит системы пожаротушения и контроля доступа, окажет качественные услуги по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Наш телефон 300-020. Позаботьтесь о своей безопасности заранее.